Привет, с вами Велсаком. Сегодня расскажу о программке Аудиобукбилдер. Доступна она в App Store на Mac, стоит 6 долларов, но совершенно бесплатно вы можете скачать с сайта разработчику, ссылочку я оставлю, так что посмотрите где ее можно добыть. Это простая и понятная программка, которая нужна для того, чтобы создавать аудиокниги. Если вы любите аудиокниги, то вы знаете где их взять, во-первых. Во-вторых, я лично столкнулся с тем, что все они или большинство интересующих книг не адаптированы для прослушивания и использования на i-устройствах, то есть они не созданы именно как книги, а например как набор mp3 файлов. Это неудобно, есть специально оформленные раздачи под iTunes, но их меньшинство и зачастую то, что вас интересует, в таких раздачах не оформлено. Давайте возьмем сказку Леонида Филатова про Федота Стрельца Удалова Молодца. В данном случае она доступна в mp3. Я ее уже скачал, чтобы не тратить время. Давайте запустим аудиобукбилдер и я покажу, как в несколько шагов эта программка позволяет создавать приемлемого качества книжки. Вот такой простенький интерфейс, всего три кнопки. Создать новый проект, открыть существующий проект и справка. В минусы, наверное, отнесу тот факт, что справка на английском, хотя сама программа на русском. Насколько нужна справка? Ну, наверное, не нужна, потому что программа действительно очень простая и я не могу представить, чтобы с ней были какие-то сложности. Тут, в принципе, сложности можно только самому себе придумать. Итак, вот первое окошко. Три шага. Обложка, главы и завершение непосредственно создания книги. Название проекта, автор, пускай будет Леонид Филатов. Дополнительно то, что можно настроить, это кто, что и так далее, забить теги, если вам интересно. Если не интересуетесь этой вот именно вещью, то можно оставить пустыми эти строки. А обложка. Всегда, наверное, стоит создавать обложки. Это красиво. Создать обложку очень просто. Не надо даже скачивать картинку. Мы ее возьмем прямо из раздачи и сделаем это следующим образом. Кидаем в окошко и у нас появилась теперь обложка. Главы. Главы. Сюда перетаскиваем аудиофайлы. То, что у нас скачано. Вот они, наши mp3 файлики. Просто кидаем их в окно программы. Происходит обработка файлов и после этого можно будет настроить главы так, как нам нравится. Во-первых, переходы между ними. Во-вторых, можно их назвать, как нам нравится. Но мы не будем сейчас этим заниматься. Но вот смотрите, например, в данном случае у нас произошла проблема с кодировкой. Поэтому мы сейчас быстренько поменяем название. К сожалению, программа очень простая в качестве функционала. Она, например, не понимает флаг и другие модные форматы. Но для mp3 подходит более чем. Глава 7. Вот мы переназначили, переназвали главы. Внутри их тоже можно назвать, можно не называть. Это, собственно, вернее, это сам файл. Вот как он выглядит. Да, главы у нас теперь названы красиво и понятно. И завершаем наше создание нашей книги. Вот так она будет выглядеть. Есть параметры создания. Здесь можно выбрать качество либо какие-то кастомные настройки, которые нас в большей степени интересуют. Например, я хочу 256, потому что я знаю, что 256 это исходное качество mp3 файла. Нажимаем ОК. Нажимаем кнопочку создать аудиокнигу. и показываем, куда мы хотим ее, собственно, создать. Книга создается, не сказать, чтобы быстро, но вот некое время проходит. Создание книги использует все ресурсы. Нагружаем мак, разогревая цепу до 90 градусов. Вот такая сказочка. Ну вот и создана наша книга. Мы можем перейти сразу в iTunes. Она называется сказ. Можно ее сразу же прослушать. И создается автоматический плейлист, который так и называется Audiobook Builder. Вот эта облачка означает, что она не попадает в iTunes Match. Будьте внимательны. Книга в итоге занимает... Сейчас скажу, сколько она занимает места. 117 мегабайт. Ровно столько же, сколько занимали бы mp3 файлики, даже чуть меньше. Давайте попробуем добавить книгу на iPad. В разделе книги есть внизу такая опция аудиокниги. То есть книги сразу попадают в iTunes именно как аудиокниги, после чего вы нажимаете применить. И в том случае, если у вас настроена Wi-Fi синхронизация для iDevice, то можно даже не подключать его к iTunes. И книга попадет на iPad непосредственно по Wi-Fi, что очень удобно. Итак, если вы часто используетесь... Ну вот он не нашел iPad, не знаю почему. Вообще функция синхронизации по Wi-Fi работает без проблем. Итак, если вы часто используете аудиокниги, пользуетесь ими, но вам попадаются вот такие разрозненные mp3-шки, то их можно собирать очень удобно с помощью вот этой маленькой программки. Часто в mp3 или еще в каком-то таком формате, который не понимает iTunes, аудиокниги идут на дисках. Поэтому, если у вас есть книги на дисках, вы можете из них собирать аудиокниги для iTunes с помощью Audiobook Builder. Программа простая, в этом ее сила и в этом же ее слабость. Все-таки не понимает многие форматы, но бесплатная, если качать ее с сайта разработчика. Так что могу ее совершенно спокойно советовать. Спасибо, что смотрели обзор. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok